Привет, мои дорогие! У меня здесь опять видео-ответ для подписчицы по поводу сметанного крема и сметаны с низкой жирностью. Сейчас я буду делать крем со сметаны, которая всего 15% жирность и в принципе в ней можно даже выровнять тортик и сделать кое-какие бордюры. Понятное дело, что розы, допустим, не получится, но вот какие-то красивые бордюры, прекрасно, почему нет? Смотрите, я покупала на развес, у меня здесь сметана 15% на рынке. И буду ее отцеживать через льняное полотенечко. Полотенечко у меня плотное, либо берете марлю, складываете ее в 2-3 раза и подвязываете вот так вот. То есть я здесь все буду показывать. Видео коротенькое, но я думаю, здесь будет очень все понятно. Все делается очень просто и быстро. Этим методом пользовались еще наши бабушки, когда делали торты. Я просто там затянула резиночкой и сейчас беру противоположные кончики моего полотенчика и завязываю. И сейчас в эту петельку я вставлю деревянную лопатку и весь этот свой механизм поставлю в кастрюльку для того, чтобы стекала лишняя жидкость моей сметаны. Лучше всего я советую оставить вот такое вот приспособление на ночь. Смотрите, чтобы не касалось дна наш мешочек. Вы видите, сразу начала оттуда вакапать уже сыворотка. Я оставила где-то часа на 4,5, где-то вот так вот. И у меня, посмотрите, сколько набежало вниз жидкости уже много. И сейчас мы посмотрим, что же у меня получилось в самом мешочке. И сколько по весу у меня, собственно, осталось самой сметаны. Было у меня там где-то 800-820 грамм. И сейчас посмотрим, что у меня получилось. Мы точно таким же методом с вами делали сливочный сыр. Может, кто помнит, в видео мы делали маскарпоне с вами. Тоже так его отсаживали. Посмотрите, какая плотная получилась у нас наша сметана. Здесь один такой сплошной как бы белок уже получился. Сыворотки лишней нету. Он вот такой вот густой. И эта жирность всего 15%. Посмотрим, сколько же у меня получилось. Получилось у меня 622 грамма. То бишь, у меня сбежало около 200 грамм лишней жидкости. Я вот так на рынке присмотрелась. Приблизительно стоимость сметаны 20-15%. Где-то, ну, в половину, наверное, отличается. Поэтому все равно даже выгоднее было вот так вот сделать. И жирность не сильно большая. Я на каждые 100 грамм сметаны кладу 1 столовую ложку с горкой сахара и добавляю ванильный сахар. И это уже полноценный сметанный вкусный крем. И, собственно, взбиваю. Взбиваю до момента полностью растворения сахара. И после этого еще минут 5 на большой скорости. И вот такая вот уже у меня получилась масса. Очень густая, красивая. Не течет, не плывет. Мне, в общем, очень понравилось. В этот раз из этого крема я делала очень интересный такой тортик. Мари Лавон называется. С вишней, с шоколадом, с орехами, с творогом. Ну, в общем, очень вкусно. Может, когда-то сниму видео и покажу. Посмотрите, какие получаются красивые завиточки. Ничего не плывет. Учитывая, что я тарелку наклоняю почти перпендикулярно. То есть, ничего не плывет и не течет. И вот такой вот красивый крем. Ну, я же говорю, розой вряд ли получится. Но вот такие вот завитульки, почему бы и нет. И для начинки в тортик просто замечательный будет крем. Надеюсь, вам пригодится этот рецепт. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok